Мерцающие одни гирлянд, великолепие нарядов, блеск, волнение в глазах. Новогодний бал во Дворце независимости сегодня отметил свой первый маленький юбилей. Пятый год молодая белорусская традиция собирает в рабочей резиденции президента самых талантливых белорусов поколения Z. Дамы и господа, я объявляю первый танец балла. Полонез! Дебютантки в белых платьях в пол, молодые люди во фраках и парадной военной форме. Дань уважения традиционному бальному этикету. Шаги, фигуры и такты накануне упорно разочивали 320 приглашенных представителей молодежи. Самые одаренные, активные и инициативные каждому гостю есть что рассказать про себя и этот год. Я могу гордиться тем, что являюсь лучшим студентом института. Иду на красный диплом и вообще участвую во многих мероприятиях, диалоговых площадках, которые проходили в этом году. По итогам противополиканского конкурса «Курсант года-2022» я стал лауреатом, волонтером года. Чтобы стать волонтером года, необходимо заниматься волонтерством, непосредственно помогать нуждающим людям. Мы посещали социальные приюты, помогали инвалидам, колясочникам, приютам для животных. И также оказывали необходимую помощь пожилым дамам и так далее. В прошлом году мы участвовали в областном балу, в этом году мы участвовали в рождественском балу, организованном от нашего университета. И вот нас пригласили на республиканский бал, что стало для нас, конечно, очень приятным сюрпризом в канун Нового года. Александр Лукашенко – покровитель молодежных идей, проектов и достижений. Президент не раз рассказывал и о личном опыте студенчества. Потому поддержать успехи прогрессивного поколения в канун Нового года для главы государства тоже своеобразная традиция. Очень символично, что мы завершаем 2022 год исторической памяти на такой яркой и, надеюсь, позитивной ноте. Да, в нашей истории было много переломных событий и драматичных, и судьбоносных. В уходящем году к ним было приковано все внимание экспертов, журналистов, политиков, всех людей Беларуси. Обсуждали, спорили, восстанавливали историческую справедливость. Но сегодняшний вечер мы посвящаем нашему культурному наследию, созданному нашими предками, невзирая на войны, лишения и другие испытания. Их было немало. За годы нашей независимости, а другими словами, за то время, пока вы росли и взрослели, многое сделано, чтобы сохранить памятники нашего древнего и современного искусства, память наших земляков, заслуживших мировое признание трудом и талантом. Нам действительно есть чем и кем гордиться. Вы достойно продолжаете нашу необыкчайно богатую и яркую историю. Продолжаете успехами в учебе, творчестве, спорте. Многие находят время для волонтерской деятельности. По зову сердца, абсолютно бескорыстно, вы помогаете детям, оставшимся без родителей, одиноким пожилым людям, инвалидам, а кто-то заботится о братьях наших меньших. Все это говорит о том, что лучшие традиции наших самых древних предков, которые никогда не бросали в беде своих близких, живут в каждом новом поколении. Уходящий 2022 год глобальных геополитических потрясений. Непростым он был и для Беларуси, чем однозначно закалил ее характер, а значит и дух молодежи, будущего страны. Ведь среди нарядных участников бала вполне вероятно есть будущие управленцы, лауреаты госнаград, ученые и народные артисты, а в мундирах курсантов танцуют будущие командиры. К чему обязательно стоит стремиться в новом 2023 году чек-лист от главы государства. Время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране. Как бы пафосно порой это не звучало. Независимо от того, носим мы погоды или нет, работаем в госучреждении или пишем картины. В канун Нового года я хочу вам пожелать сохранить все лучшее, что есть в нашей жизни. Будьте рассудительными, изучайте разные взгляды на жизнь, разное мнение, но делайте сами свои выводы. Двигайтесь к намеченным целям стремительно, но не забывайте порой оглянуться назад. В многовековой истории белорусской земли вы всегда найдете мудрые советы, которые помогут принять правильное решение в вашей судьбе, в судьбе Беларуси. Не только словом, но и танцем президент из года в год поддерживает бальную традицию. Символично, что этот вечер, как и весь уходящий год, посвящены исторической памяти белорусов. И это неотъемлемая часть нашей истории, торжественная и прекрасная. Не увильнуть от музыкального вихря и высшим должностным лицам. Впрочем, к танцевальным партиям за пять лет они уже приноровились и теперь с достоинством и изящностью кружатся на балу. Вечер подарил гостям Дворца независимости путешествия во времени полонез, вальс, средневековый бас-данс, канарио и минуэт. Эта современная традиция Беларуси объединила исторические истоки, новые технические возможности, многолетние опыты и юные таланты. Это уже история страны и каждого лично. Пройдет совсем немного времени, кто-то может в этом, кто в следующем году, кто через три-пять лет, проходя мимо этого величественного здания и ведя с собой рядышком за руку малышку или малыша, оглянется на это здание и скажет, а я здесь была, счастливый, красивый, устремленный будущее. И придя домой, покажет фотографию. Вот таким образом пишется история личной жизни каждого. И я хочу, чтобы сегодняшнее мероприятие было яркой страницей в истории вашей жизни.